Всем привет, дорогие зрители! Сегодня 23 января, район Тосмор. Вчера лил очень сильный ливень, также был ветер, но ветер все еще продолжается. Вот как красиво у нас сегодня штормит. Смотрите, какие красивые волны. Ой, как красиво! Так, многих интересует вопрос о ресторанах, которые были разрушены от Крикаджака до района Оба. Вот вам новая модель, которую уже поставили в районе Тосмор. Как мне объяснили, для двух-трех отелей будет поставлен один вот такой ресторан, большой, не маленький. Она будет огорожена, и расстояние от одного ресторана до другого ресторана где-то будет 600 метров как минимум. От километра до 600 метров расстояние. В этой стороне до речки Дзим ресторанчик больше не поставят. Только вот один в этой стороне и один в той стороне. Наверное, в начале Тосмора поставят еще один, потому что там тоже есть 4 отеля. В Махмутларе будет, думаю, что 4-5 ресторанчиков. В Кестеле 2, в Тосморе 2 и 3 в районе Оба. А дальше города еще они не тронули эти рестораны, потому что они более-менее красиво сделаны. Они разрушили в основном эти рестораны, которые были некрасиво построены. Так что, дорогие зрители, пляж Алани будет очень красивым. Зонтики, шизлоги, наверное, цену немножко поднимут, потому что аренда будет, кажется, выше, чем раньше. За всем смотрит Мэрия Алани. Все, по ходу действия буду снимать ресторанчик, как доделают, и дам вам знать. Приехал я к пляжу Кля-Патра. Так, дорогие зрители. Вчера было 22 января, сильный ливень, град. Вообще, что за погода была такая? Впервые нужно за 2-3 года. 3 года один раз бывает такое, но не так, как вчера. Сегодня 23 января. У меня немножко голос холодную воду выпил. Так. Кля-Патру я вам покажу. Давайте. Ох, как красиво. Так. Люди отдыхают. У нас здесь у одного туриста лето еще продолжается. Шотики одел, лучше погулять. Так. Подойду я к морю. Покажу вам эти волны. Налоги на недвижимость у нас есть изменения. Экспертиза стала 2600 лир, дорогие зрители. Переводчики сейчас берут приблизительно 1000 лир или 100 евро, смотря какой переводчик. А кадастровая стоимость осталась 4 процента, чтобы вы знали. На ВНЖ также поднялись цены. Медицинская страховка. Так, чуть не попал в подволны. Медицинская страховка на год стала приблизительно, все зависит от годов. Можете пробить в Google или в поисковик. Ябан-джи, ябан-си пишется, сигорт-асы, сигорт-асы 2022. И там выйдут рисунки у вас. Откройте рисунок, на рисунках будут цены на страховку. Аренда в Алане тоже поднялась по ценам. Сложно найти в аренду на долгосрок. Также с мая месяца вроде мэрия запрещает уже строить квартиры. 40, 43, 45 квадратных метров жилых. Будут сейчас строить минимум 50 квадратных метров. И автоматически застройщики раньше строили 5 квартир на одном этаже. Сейчас будут строить 3 квартиры на одном этаже. И цены, наверное, опять поднимутся. Посмотрите, как красиво тут. Кто-то там шашлык жарит. Ветер есть сильный. Ах, красиво. Ах, это самат играется. Это... Налоги еще какие у нас. Ну, цены автоматически на все поднимаются, так как зарплату уже подняли. Как минимум 4100 лир. Январь месяц уже заканчивается у нас. Посмотрим в феврале, как будет погода. Двухкомнатных квартир все меньше и меньше. Что-то на рынке. Если находим, то цены уже от 52-55 тысяч евро, как минимум. Старостройки есть, вроде не обращаются. Находим. В новостройках с 2013-2014 года цены как-то от 60 тысяч евро. Кто-то 70 продает двухкомнатные квартиры. Трехкомнатные тоже поднялись. Самый большой спрос у нас в Алане на 1 плюс 1 и 2 плюс 1. Дорогие наши зрители, я вам показал пляж, Клеопатру. Как здесь красиво. Заодно и сам погулял. Вот, как красиво. Да. Всем хорошего дня, дорогие зрители. Более-менее нужную информацию я вам дал на сегодняшний день. Так. А я пойду сяду с друзьями. Покушаю. Отдохну. Сегодня у нас воскресенье. Нужно отдыхать. Всем пока-пока. Пока.